МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Девять лет колонии строгого режима и штраф 15 миллионов рублей. Вице-мэру Барнаула Сергею Демину вынесли приговор. Руфтал потолок в квартире, предложили раскладушку в школе. Многодетная мама из Новоалтайска борется за свои права. Почему первый небоскреб Барнаула до сих пор не ушел под землю? И как связана краевая столица с военным маршем времен гражданской войны? К девяти годам с колонии строгого режима приговорили бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина. Сегодня ему вынесли обвинительный приговор. В вину экс-чиновнику вменили получение взятки в особо крупном размере. Правда, страна защиты ставит под сомнение прозрачность дела. Большой реальный срок вызвал массу различных эмоций у участников процесса. Подробности у Анастасии Дороган. Девять месяцев понадобилось судье, чтобы разобраться в коррупционном деле, главный фигурант которого – экс-чиновник. Бывший вице-мэр в сфере строительства Сергей Демин попал под внимание правоохранителей в прошлом году. Тогда следователи стали раскручивать цепочку взаимоотношений чиновника и гендиректора Барнаул Капстрой Александра Конакова. Обвинение уверенно заявляло, что последний при участии Демина возглавил Капстрой и имел свободу действий и за это оплатил. Услуг по авиаперелету, проживанию, оформлению шенгенских виз и полисов медицинского страхования на общую сумму 158 961 рубль 30 копеек в адрес их исполнителя. Так, полагают правоохранители, обвиняемый отдохнул в Испании. Демин это опровергал. Общая сумма взятки, считает гособвинения, намного больше – 15 миллионов, 3,5 из которых экс-чиновник успел получить. Например, речь идет о строительстве ЖК Парковой подрядной к обстрою компании «Стройпанорама». В 2015 году «Стройпанорама» выполнял работу по строительству объекта по адресу Барнау парк 81. Согласно статье 14 данного договора, Барнау Капстрой в праве в одностороннем порядке его расторгнут путаю направления уведомления в адрес данного общества. Сыщем «Стройпанорама» в лице его директора Зинова имел заинтересованность в продолжении договорных отношений. Однако есть и другой вариант развития этого процесса. В защиту Демина свычит версия, что Конаков мог дать показания против Демина, чтобы уменьшить свой срок колонии. Ранее экс-директора Барнаул Капстрой обвинили в преступном сговоре и получении взятки. Он вину признал. А вот Демин нет. Судья вынесла приговор. 9 лет строгого режима. Мы не будем говорить результат, но мы однозначно не согласны с квалификацией действий, которые были, соответственно, отражены в том числе и в приговоре. Эмоциональность семьи подзащитного адвокат объяснил тем, что накануне оглашения приговора умерла мама Сергея Демина. И добавил, что в материалах дела он так и не нашел подтверждения фактом получения Деминым взятки. А потому не понимает строгость решения судьи и готовит апелляционную жалобу. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком. Водитель КамАЗа, который в этот понедельник сбил трех женщин, отправился под стражу. Решение приняли в Центральном районном суде. Напомним, трагедия произошла на Змеиногорском тракте 91-G. Женщины переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент на них совершил наезд водитель КамАЗа, 88-го года рождения. Две женщины погибли на месте. Еще один пешеход скончался в больнице. На данный момент идут следственные мероприятия, и ход контролируется прокуратурой Барнаула. В Барнауле под колесами авто накануне оказался 9-летний велосипедист, переезжавший зебру. Буквально через несколько часов в подобном же ДТП пострадал уже взрослый владелец двухколесного транспорта. И хотя с правилами на дорогах знакомят еще в школах, таких аварий меньше не становится. Анна Рашагирова продолжит тему. На днях жертвой серьезной аварии в Барнауле стал 9-летний велосипедист. Ребенок, не слезая с двухколесного транспорта, переезжал зебру и оказался под колесами авто. Водитель просто не успел затормозить. Пострадавший мальчик сегодня с переломами находится в больнице. Тем же вечером на солнечной поляне появляется еще один пострадавший. На этот раз взрослый, который тоже не захотел спешиться. А это кадры из соцсетей. На них, к счастью, никто не пострадал, а мог бы. Мама на своем примере учит дочь переезжать в пешеходный переход. По закону движение велосипедов, как и любых других транспортных средств, по тротуарам и пешеходным дорожкам запрещено. Но на практике к велосипедам на тротуаре относятся достаточно снисходительно. Однако именно велосипедисты становятся зачастую жертвами и зачинщиками крупных ДТП. И хотя правила дорожного движения изучают еще в начальной школе, их регулярно повторяют в СМИ, да и примеров в соцсетях не счесть, велосипедисты не спешат сойти со своего транспорта на зебре. С наступлением велосезона госавтоинспекция выявила 237 подобных нарушений. В этом году у нас зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов. Из них 8 были наезды на пешеходных переходах. То есть именно такие, когда велосипедист переезжал в проезжую часть верхом на велосипеде, а не переходил как это надо. Велосипедисты старше 14 лет, согласно тому же закону, вообще должны передвигаться по правой стороне проезжей части, если нет велодорожек. К слову, в городе их действительно почти нет. Передвигаясь по дороге на велосипеде, тем более в наших условиях, в нашем городе, вы должны быть к этому подготовлены не только, ну, естественно, шлемы, это само собой разумеющееся, но вы должны думать как бы за себя и еще примерно за 10 водителей, которые вас окружают, потому что в нашем регионе водители не сильно привыкли к велосипедистам. Поэтому и приходится велосипедистам, особенно детям, колесить по тротуарам. Но и тут начинаются проблемы. Лихачи на полной скорости проносятся буквально в считанных сантиметрах от пешеходов. И если автомобилистов за превышение скорости оштрафовать можно, то велосипедистов нет. Анна Рашагирова, Андрей Печоркин. День с толком. А мы возвращаемся к теме, о которой уже говорили на этой неделе. Койко – место для многодетной мамы и троих детей. Такую помощь, со слов семьи, в квартире которой в начале недели рухнул потолок, предложил муниципалитет Новоалтайска. Насколько это правомерно, выясняла Анастасия Наборщикова. После того, как в квартире Натальи Шириной рухнул потолок, многодетной маме вместо мягкого дивана предложили раскладушку в помещении школы. Она была, мягко сказать, шокирована. Я никому не пожелаю таких проблем и такой горе. В администрации Новоалтайска подсчитывают смету. Принято решение осуществить капремонт. Вместе с потолком будут менять и крышу. Пока чиновники собирают пакет документов, семья Шириных до сих пор ищет жилье. На сегодняшний день было предложено временное размещение койко-места в девятой школе, в спортзале. С чем это связано, я не могу понять. Сказали под ЧАЭС и только это могут жилье нам предоставить как временное детям. Правомерно ли подобное предложение? Вопрос мы адресовали юристу, которая сразу обратила внимание на нюанс в виде двух несовершеннолетних детей. Человек опять же имеет законное право отселиться в целях своей безопасности для жизни. Муниципалитет должен разрешить этот вопрос. Либо это компенсация, либо предоставление временного какого-то помещения. Причина обрушения потолка – сгнившее перекрытие. Со слов жителей, люди предупреждали ЖЭУ, что крыша дома течет. А подобное всегда имеет следствие. Поэтому капремонт здания, по идее, уже должны были запланировать. Но на какую дату, мы решили спросить ЖЭУ-1. Я что-то не готов с вами разговаривать. У меня мысли по поводу подавать в суд на то, что о съемке не был предупрежден, и не подавать на вопрос. Речь идет о кадрах нашего первого материала. Не получив ответа на наш вопрос, просим юриста ответить на вопрос представителя ЖЭУ. Это публичная организация. И, как говорится, о ее деятельности – это договорные отношения между собственниками и управляющей организацией. Любой собственник может попросить организовать что-то, помочь оказать. Но вы их, как права организации, не нарушаете. Поэтому разбираемся дальше. Жильцам объявили о подъеме выплат на капремонт. Они, разумеется, против. На сегодняшний день тариф по дому составляет 8 рублей 20 копеек. Это ничтожно мало. При годовом начислении 75 тысяч рублей задолженность за данные виновные условия перед управляющей компанией составляет 40 тысяч. То есть мы понимаем, 30 тысяч управляющая компания за год собрала. За 30 тысяч в год она какие виды работы может сделать. Со слов юриста, в многоквартирных домах крыша, а вместе с ней подвал, лестничная клетка и тот же лифт – собственность жильцов. А это значит их поле ответственности. Дом полностью приватизированный, все квартиры. И здесь на плечи ложится уже, наверное, более такая ответственность непосредственно на каждого собственника. Кстати, как не сопротивлялись на повышение выплат по капремонту, жителям пришлось согласиться. Ведь это оказалось абсолютно законно. Теперь они лишь надеются, что стройка начнется и завершится до первого снега. Анастасия Наборщикова, Александр Антропов. День с толком. И к другой теме. Железнодорожный вокзал Барнаула ждет реставрация. К ноябрю этого года власти подготовят проектно-сметную документацию. Средства на нее уже выделены. Это 2,5 миллиона рублей, сообщил мэр города Вячеслав Франк. Непосредственно к работе планируют приступить в 2025 году. На прилегающей к вокзалу территории улучшат систему наружного освещения, изменят парковку и дорожное покрытие. К тому же исполнитель проекта займется озеленением. А вот само здание вокзала внешне не изменится, поскольку является памятником архитектуры федерального значения. Однако построенное в середине прошлого века здание не раз подвергалось критике со стороны маломобильных граждан. Есть вопросы и по технике безопасности. Напомним, тема реконструкции объекта обсуждается уже не первый год. Но работы откладываются из-за нехватки на это средств у РЖД. Алтайский завод прецизионных изделий отпраздновал день рождения. Уже 30 лет предприятие выпускает механизмы и оборудование, применяемые в машиностроении. При этом продукцию поставляют не только в Россию. Она пользуется спросом на европейском и американском рынках. С юбилеем работников предприятия поздравил губернатор Виктор Томенко. Он вручил им государственные награды. У нас сегодня формируется коллектив, который в равной мере умеет радоваться и общим достижениям, и понимать вклад каждого. Видеть в общих достижениях и в общих показателях, в общих результатах, видеть успех каждого работника. Губернатор отметил ежегодный рост показателей предприятия и инновационный подход к работе. За вклад в развитие машиностроения и личные заслуги сотрудники награждены почетными званиями, орденами, медалями и благодарностями. Среди удостоенных инженеры, шлифовщики, конструкторы и начальники цехов. А тем временем Барнаул уже начал отмечать День города. Сегодня на доске почета города появились новые лица, торжественно открыли отремонтированную дорогу и не только. Подробности у Артема Гусельникова. Сегодня на доске почета новые лица. Фото барнаульцев, которые внесли значительный вклад в развитие города. Спортсмены, спасатели, военные, врачи, работники сферы образования. Сегодня в зале те, кто действительно достоин лучшего. Но я думаю, каждый из вас сейчас в голове представляет еще череду своих соратников, друзей, коллег, которые позволили достичь этого результата. И я думаю, признание каждого из нас – это есть признание всех барнаульцев. Всего на доске почета 28 барнаульцев и 12 рабочих коллективов. Тех, кто не попал, но наград безусловно заслуживает, пригласили в ДК города. Самым достойным вручили медали, почетные грамоты, благодарственные письма. Город Барнаул – это еще сегодня такая большая единодушная семья единомышленников, горожан, которые очень любят свой город, который все делает для того, чтобы он становился день от дня все краше и краше. Делают город краше и комфортнее, безусловно, дорожники. Сегодня в Барнауле торжественно открыли часть автодороги по проезду северному в Лосихинскому. К работам приступили в прошлом году. Протяженность полотна составила свыше полутора километров. Стоимость проекта, который стал подарком ко дню города – почти 250 миллионов рублей. Данная улица является очень важной для новых микрорайонов, потому что она обеспечивает транспортную доступность для очень большого количества населения. Тут есть и ЖК «Адмирал», и различные кварталы, которые вводятся. Данная улица у нас позволит разоружать параллельные дублеры и поперечные. То есть это будет одна из хортовых магистрально-индустриального района. Качество новой дороги проверила и передвижная лаборатория. Ровность соответствует необходимым требованиям. А уже сейчас подрядчик приступил ко второму этапу строительства. Его планируют завершить до конца года. Артем Гусельников, Андрей Печоркин. День с толком. И еще раз. Уже завтра Барнаул встретит свой 291-й день рождения. И несмотря на то, что львиную долю массовых мероприятий отменили из-за ковида, это не повод расстраиваться, потому что прогулки по исторической части города никто не запрещал. Наш коллега Илья Кочетков устроил прогулку для нашей съемочной группы по непопулярным, но интересным местам краевой столицы. Илья, почему ты предложил встретиться именно здесь? Вот зашла речь уже про этих львов. Честно говоря, когда я училась еще в университете, мне приходилось часто здесь ходить, я никогда не видела среди вот этих вот полуразрушенных зданий этих львов, даже не обращала внимания. Именно поэтому я сюда и привел. Поколение-поколение барнаульцев ходили вот здесь мимо, мимо и совсем немногие поднимали голову и видели этих львов. На самых ранних фотографиях этих мест они уже есть. Теории масса. Кто-то, глядя на то, что это львы, решил, что их привезли аж из Китая. Зачем и кто, непонятно. Самые экзотические версии на этот счет есть. Другие говорят, что они когда-то стояли на обводном, на обводном, точнее, канале барнаульского заводского пруда, и у них из ртов такие струйки билет. Я придерживаюсь третьей версии, как краевед-любитель. В боку одного из этих львов есть такое уродливое отверстие, явно говорящее о том, что это брак. Моя версия такая. Владелец этого здания, тогда это был Морозов, знаменитый представитель семьи Морозовых, который, организовав здесь, насколько я знаю, кинотеатр, я думаю, по дешевке, как по цене лома, что называется, приобрел вот этих вот прикольных львов. Они привлекали внимание и, так сказать, нависали над проходом, собственно, во внутренний двор кинотеатра. Знаешь песню? По долинам и по горьям шла дивизия вперед. Ну, ансамбль Александрова, это, конечно, гораздо лучше исполняет, чем я, что неудивительно. Очень известная песня о времен гражданской войны. В школах ее разучивали, в детских садиках для утренников. Я уверен, в караоке сегодня поют после 12, вот точно. Известнейшая песня. Казалось бы, как она связана с городом Барнаулом, и тем более вот с этим зданием, на которое, честно говоря, вот мне, как Барнаульсу, стыдно смотреть, учитывая, в каком он у нас состоянии. Был такой Петр Парфенов. Был он во времена гражданской войны, скажем так, красным разведчиком. Именно в тот момент, когда красных выбили в первый раз из Барнаула, сюда пришли и здесь обосновались белые, вот в этом здании располагалась белогвардейская контрразведка. Петр Парфенов был арестован, сидел здесь в казематах, судя по всему, и еще не писал эту песню, но, видимо, очень сильно вдохновлялся, когда здесь красные победили, его, так сказать, командировали на Дальний Восток, и там он эту песню уже окончательно оформил. А вот это здание, здание на Гоголя, которое еще в начале 20 века называли Небоскреб, потому что это было самое высокое здание города Барнаула. Странно это сейчас звучит, правда? По отличие от тех же львов, его знают, наверное, все барнаульцы. Но не все знают, что оно имеет определенную, скажем так, связь с городом на Неве. Вот в этих местах Гоголя, Пушкина, Молотобольская, многие старые здания, особенно каменные, они заметно просели за сто с лишним лет. Мы стоим на бывшем болоте. Песчаная почва, барнаулка, вся земля под нами, она буквально пропитана водой. Это здание за все время, если и просело, то крайне-крайне мало. Оно стоит на своего рода деревянной лиственничной подушке. Это в несколько слоев выложенные лиственничные, чтобы не гнили, бревна. И дом как будто бы, так сказать, покачивается, может быть, плавает, да, вот на этом водянистом грунте. Это питерский такой прием. Дом простоял сто с лишним лет. Здесь живут люди, прекрасно себя чувствуют. И, наверное, дай бог, этот дом еще простоит очень-очень долго. Мы сейчас с вами вот три таких места всего лишь посмотрели, которые во многом отличают наш город от других городов Сибири и нашей страны. И таких мест очень много. И я предлагаю тем барнаулцам, кто еще не задумывался о чем-то подобном, посвятить хотя бы часть дня рождения города, прогулке, например, по исторической части, и подумать, чем он особенный и за что его можно и нужно любить. Ирина Корчагина, Александр Антропов и, конечно, Илья Кочетков. День с толком. Повторюсь, массовых гуляний и салюта не будет. В этом году из-за ковидных ограничений праздник будет скромным. На этот раз власти решили не допускать массового скопления людей. В каждом районе города запустят свою творческую площадку. Основными точками станут улица Молотобольская, парк Центральный, Титов-Арена, а также университетский дворик Агу. Ну и немного об основных мероприятиях. В 10 часов на Арбате откроют фотовыставку и пройдет гастрономический фестиваль. По соседству в Центральном парке ожидается традиционная выставка цветов. Следом в 11 часов у Титов-Арены начнется Кубок города по стритболу. Можно будет сдать нормы ГТО и пострелять из пневматического оружия. Пройдут концерты творческих коллективов, правда, в онлайн-формате. У главного корпуса Агу в 14 часов начнется трансляция. Но танцоры и певцы будут выступать вживую в университетском дворике по соседству. Вернулась домой с наградами. В сентябре в Португалии завершилось первенство мира по гребле на байдарках и каное среди юниоров до 19 лет и спортсменов до 24. Сразу три медали российской сборной принесла воспитанница алтайской школы имени Костенко София Штиль. О том, как прошли соревнования и благодаря чему удалось добиться такого результата, расскажет София Яценко. Соня, вот тебе букет от Федерации Гребли. Такой же симпатичный, как и ты. Три финала и три медали. С таким результатом с первенства мира по гребле на байдарках и каное вернулась алтайская спортсменка София Штиль. Лучший результат удалось показать на 200-метровой дистанции. В паре с самарской каноисткой девушка взяла серебро. Полукилометровые дистанции дались чуть сложнее. Итог – две бронзы. Я прям выложилась, но я думала, что в четверке мы по-любому будем первым. Просто мы все заряжены, столько были. Ну вот, мы все сделали, тут уже ничего не сделали. Несмотря на то, что золото взять не удалось, результатом юная каноистка осталась довольна. Благодаря труду, благодаря тренерам. Потому что меня вкладывали, есть отдача. Если вкладываешь в человека, всегда есть отдача. Если не вкладываешь, нет отдачи. Доволен результатом и тренер Софии гордится, что его воспитанница вышла на мировой уровень. И уже готовится к следующим соревнованиям. Для нас три медали с первенства мира по гребле – это значимый результат. От которого мы только будем планку повышать, расти и работать дальше на будущее. К слову, для Алтайской школы имени Костенко это не первый успех международного уровня. Один из воспитанников, Артем Пискун, уже становился победителем первенства мира в 2018 году. В следующем порадовал Владлен Ушаков. С первенства Европы он вернулся с серебром. И, быть может, кто-то из этих талантливых ребят уже через три года загребет золото на Олимпиаде в Париже. София Яценко, Алексей Фризин. День с толком.